В Тюрьме начали производить свой собственный антисептик. Подробности узнала Мария Шилова. Здесь перемешивается глицерин со спиртом. Все это нагревают до 45 градусов, а затем гомогенизатор, аппарат для перемешивания, за два часа превращает отдельные ингредиенты в однородную массу. В соседнем чайник не добавляют спирт и продукт готов. Василина оператор этого участка антисептиком собственного приготовления пользуется каждый день. Перед работой, в процессе работы, после работы. Изначально пермские предприниматели не планировали запускать такой новый продукт, но времена диктуют свои условия. За несколько дней переоборудовали цех, заказали этикетку, подходящая тара была в наличии. С разрешительными документами посодействовали краевые власти. Срок получения сократился с четырех месяцев до недели. Мы можем выпускать продукт, который сегодня очень необходим и востребован рынком. То есть всеми, поскольку мы знаем, что дефицит подобной продукции сегодня пока еще не устранен. Он есть. В нынешние времена антисептик, пожалуй, самое ходовое средство. Журналисты за день обрабатывают руки от пяти до десяти раз. Ну и, конечно, это не может не сказаться на нашей коже. В этом случае ее защитит прополис. Прополис – природный антибиотик, который обладает уникальными противомикробными свойствами, а еще укрепляет иммунную систему, помогая организму уничтожить вирусы. Это уже мнение профессионалов. Продукт при нанесении создает тонкую защитную пленку на поверхности нашей кожи, не сушит кожу, очень быстро распределяется по поверхности, нет ощущения липкости. Когда он испаряется, он создает вот это ощущение меда, душистых трав. За первую неделю существования новинки по всей России было продано больше 13 тысяч пузырьков пермского медового антисептика. Его можно купить в официальных магазинах или на сайте Тенториума. Мария Шилова, Матвей Вершинин, Вести, Пермь.